Доброго вам всем здоровья, друзья! И с наступающим вас всех Новым Годом! Этот ролик, он о боли, он о страдании, о болезни, он о горечи, о горечи, которую не все могут ощутить и понять. Этот ролик, он как дополнение и к тем, в которых мы к вам уже обращались с просьбой о помощи в сборе на корм. Да, в приюте тяжелое положение. У нас опять не хватает корма. Его осталось дней на пять. Самое большее. А впереди новогодние праздники. А больные дети продолжают поступать. А поломанные собаки валяются по обочинам. И малыши, которых надо оперировать. И вот сейчас стоит выбор, ребят. 300 тысяч, которые мы собрали. Люди, куда мне их потратить? Купить корм? Или оплатить немного долг в клинике, чтобы можно было оперировать и спасать дальше лохматых детей? Кто-то скажет, 300 тысяч — такая огромная сумма. Но только не на приют, в котором живут полторы тысячи собак и 200 кошек. Для нас это капля в море. И это всего лишь две недели нашей жизни. «Люди, люди, господи, люди, услышьте нас, пожалуйста, услышьте нас, посмотрите на нас». Огромный серый тусик. Он жил у женщины, у нашего бывшего волонтёра. Женщина сама тяжело больна, сахарный диабет, и она почти не может ходить. Когда тусик почти пять дней не мог вылезти из будки, она запаниковала и начала звонить, обращаясь к нам за помощью. Когда мы узнали, что мальчику 12 лет, то мы подумали, что просто его срок пришёл. Но оказалось, что у мальчика пироплазмоз. Тусика отвезли в клинику, поставили катетер, сдали анализ, прокапали. Мы капаем его уже четвёртый день, и он начал кушать и подниматься. И я думаю, что он ещё поживёт, ребята. И это счастье. Счастье, сдобренное горечью. Потому что сейчас на тусика тратятся средства. Мы пытаемся купить ему курочку, чтобы хоть немножечко развить у него аппетит, чтобы хоть немножко опроснулся интерес к жизни. Ребята, таких как тусик много. В приюте много старых. Девочки-старушки, мальчики-старички. В приюте очень много пожилых собак. И мы периодически кого-то из них забираем из вольера, пытаемся согреть, пытаемся лишний раз подкормить. Пытаемся зверю, что всю жизнь провёл в приюте, хоть в конце жизни дать немножко почувствовать тепло, ласку, лишнюю вкусняшку. А старичков, ребята, у нас очень много. Две сестрички маленькие, чёрные. Два с половиной месяца малышкам. Мы нашли беременную собаку, но мы не думали, что она готова родить прямо сейчас. Вечером собаку нашли, а утром она родила нам деток. Эти две малышки рождены в приюте. Весёлые, хорошие, топали. Мы стараемся лишний раз малышей на руки не брать. И именно поэтому чуть не упустили. Мы пришли делать малышам прививки. И именно в этот день начали осматривать. И когда увидели грыжи у двух малышек, честно говорю, волосы дыбом встали. Когда малышек отвезли сразу в этот же день на операцию, то во время операции выяснилось, что у одной малышки внутренняя брюшина открыта до самой грудины. И весь кишечник лежал в этой шкурочке. Это страшно, ребята. И я думаю, как меня Бог уберёг и направил, что я смогла увидеть эти грыжи и прооперировать малышей. Ребята, малышей оперировали опять в долг. Не хочу говорить, чего стоило, какими глазами смотреть на врача. Но детей нам прооперировали. И сейчас две весёлые малышки уже топают по клеточке. Они у нас пока сидят отдельно и радуются жизни. Две малышки. Кая и Герда. Моя знакомая искала собаку. Её мальчик перемахнул забор и выскочил на улицу и попал под отстрел под отлов. Когда она выскочила, машина уже уехала. То есть она увидела только хвост машины. Пока женщина выяснила, куда отвезли отстрел ловленных собак, пока доехала в Тюрбуны, своего мальчика она уже не нашла. Он погиб. Ему влепили огромную дозу яда и ребёнок погиб сразу. Женщина плакала очень сильно. А ещё она сняла там видео. И когда прислала мне это видео, она говорить не могла. Она видео сбросила, а потом говорила мне, «Валь, это ужас, это ужас, Валя, посмотри, посмотри, что там творится». Ребят, я посмотрела и тоже сердце перевернулось. И я не выдержала. Обзвонила друзей и попросила съездить и забрать. В тот день из живодёрни вывезли двух мам и 20 малышей. Ещё вывезли девять мелких собак. Чарлик был одним из них. Там оставались ещё собаки, ребят. И сердце очень болело. Но машина была небольшая. Всё, что смогли загрузить, мы вывезли. И всё же через два дня я опять подняла крик, шум. Просто один раз увидев глаза, ребят, их уже нельзя забыть. Я упросила, и мой знакомый поехал туда и забрал ещё 12 собак. Двух слепых, двух очень старых, двух диких, перепуганных в усмерть. Трёх щенят, к которым прикоснуться страшно. протягиваешь руку, а щенок начинает кричать. Просто кричать. И я очень надеюсь, что нам удастся социализировать этих детей, деток. Говорить тяжело, ребят. Просто вот рассказываю вам, а говорить очень трудно. И этот ужас, он же творится у нас в России. Несмотря на то, что законы приняты, или, как это у нас говорят, на бумаге написали, «А вот пока этот закон начнёт работать и когда, я знаю одно, я спасать буду их, пока хватит сил. И знаете, мне не нужна моя гордость, потому что я готова на колени перед вами встать, чтобы попросить о помощи, о помощи для этих ушастых, для этих бездомных, для кого лохматая душа стала единственным островком защиты, надежды на жизнь». Чарлик, он приехал с кашлем, но я не смогла забрать его сразу из бытовки. Смогла только на следующий день, потому что меня напугал его кашель. Он аж гудел весь. К тому же, я посмотрела, как он ходит. Он просто падал то на одну сторону, то на другую. В результате я мальчика забрала. Я думала, мало ли, холод, или удар, или ушиб. Сначала мне хотелось вылечить его дома. Начала колоть уколы, давать таблетки, но, ребят, мальчик отказался кушать, у него поднялась температура. И поэтому я его срочно отвезла в стационар. Благодаря вашей помощи у нас появилось немного денег. И мы сегодня могли оплатить стационар для Чарлика. Но завтра, ребята, его надо везти опять. Мы сегодня сдали ему все анализы на все инфекции, чтобы понять, с чем приехал к нам ребенок с каким букетом. И сделали ему снимки. К счастью, воспаления легких нет. Но у мальчика вывихнуты обе задние коленки. И он нуждается в операции. Как только мы вылечим его от кашля, мы будем готовить Чарлика к операции. И если вы поможете нам, ребят, у Чарлика появится шанс жить нормальной здоровой собакой. Он молодой. Ему оказывается чуть больше года. Врач сказал, год может быть чуть-чуть больше. Год и месяц, год и два. А еще он очень добрый и очень ласковый. Просто потрясающе ласковый, добрый. И какие бы горькие таблетки я в него не всовывала, он ни разу на меня даже не рыкнул. Он метис чихуашки. Весит он 6 килограмм. Я рассказываю вам о наших больных детях, которых мы лечим с вами сейчас. В приюте еще 5 собак, которые у нас на капельнице. Это помимо щенят, помимо детей. К сожалению, из 20 малышей, которых мы забрали с Тербунской живодерни, 5 погибли. Но 15 ребята мы спасли, прокапали, прилечили. И я очень вам благодарна за это, ребята. Благодаря вам, благодаря вашей помощи, мы спасли 15 малышей. И я прошу вас прощения за то, что не смогла спасти самых слабых, тех, кто приехал ко мне уже на грани. Если бы мне удалось их вывезти раньше на 2-3 дня, возможно, я могла бы спасти и их тоже. К сожалению, мы не боги, ребята. Мы делаем то, что делаем, то, что в наших силах. А в ваших силах, друзья, в ваших силах нам помочь. Но решать вам. Мы можем на вас только надеяться. Только надеяться, ребята, на ваше милосердие, на ваше сострадание, на вашу доброту. В преддверии наступающего Нового года я обращаюсь к вам. Перед нами стоит выбор. Лечить или голодать. От вас зависит, ребята, сможем ли мы вылечить малышей, сможем ли мы накормить наших подобрашек. Друзья, я от всего сердца желаю благополучия вашему дому. Я желаю вам доброго здоровья. Я желаю, чтобы все беды, все несчастья остались в этом году. А в Новый год вы ушли с чистой душой, с открытым сердцем, с надеждой, с радостью, с любовью. И пусть этими же чувствами Новый год вас встретит, пусть обнимет счастьем, пусть подарит надежду, пусть расцветет у вас все любовью. Добра вам, мои хорошие. С наступающим вас Новым годом! Лохматая душа обязательно вас еще поздравит. Но это пожелание, оно искреннее и от всей души. Добра вам, люди! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова